Хорошие законы, хорошие реформы, и за 8 лет, первые 8 лет правления Путина, ну, будем честны, доход россиянина увеличился почти в два раза в среднем за первые 8 лет. Там все, то есть если Путин ушел в конце 7-го, в начале 8-го года, он бы вообще вошел в историю с огромным знаком плюс, и у него был этот шанс, который он из-за своей жадности, властолюбия и своей агрессивности, которую он просто не то, что помножил на ноль, а нарисовал огромный знак минус и войдет как один из самых мерзотных диктаторов и убийц просто в историю. Уже, что бы он дальше ни сделал, как бы дальше ни повернулось. Если человек заставил весь мир заниматься только им и конфликтом, который он развязал практически, ну да, он влияет. То есть он влияет со знаком минус, но нельзя отрицать, что это невлиятельный человек. Журнал «Таймс» сколько раз его на обложку? Больше, чем Мао, Сталина, Гитлера и Неру вместе взятых. О том, что политикой заниматься нужно, что если политикой не занимается, не заниматься, то она начинает заниматься тобой. О том, что Путин вор, бандит, и все однозначно. Вот. Не так, чтобы не так однозначно, а все абсолютно однозначно. О том, что за границей, несмотря на идиотские абсолютно санкции в отношении россиян со стороны Европы, можно и можно, нужно и очень комфортно делать бизнес, если ты в состоянии вообще что-либо делать. Про сервис. Я учу либертарианству. Это наш, как бы я в этой секте уже лет 17, поэтому, если не больше, вот, поэтому я считаю это правильным учением и пытаюсь популяризировать его среди россиян как, вероятно, какую-то будущую концепцию или хотя бы ту концепцию, которую нужно принимать, которую нужно учитывать, когда будет писаться там какой-то новый сценарий развития России после Путина. Во всяком случае, точно ничего не поменяется, пока Путину оплачивают за газ и нефть, пока работает северный поток, нефтепровод «Дружба» и газопровод «Уренгоя-Памара-Ушгород», который идет по территории Украины, до сих пор не выключен. Вот, пока по нему идет газ, а в обратно идут деньги в «Газпромбанк», против которых нет никаких санкций, ничего точно не поменяется. Оно начнет меняться, когда у Путина не будет денег. Потому что Путин — это патологически жадный человек. Вот, когда говорят, что бросит атомную бомбу, я здесь отношусь очень скептически, потому что если он бросит атомную бомбу, кто ему заплатит за газ? Пока внутренних проблем нет, ему кажется, что он вернет себе рейтинг захватом земель. Он мыслит только захватом земель. Ему все равно, сколько людей погибло, сколько украинская армия сожжет российских танков или убьет человека. Вот, я, наверное, как все-таки обладатель российского гражданства, наверное, могу утверждать, их интересует только земля, только отвоеванные территории. Сколько на это ушло, погибло там людей или уничтожено самолетов, техники, им абсолютно плевать. ВСУ пишет эти данные, а им плевать. И вот то, что остров, это серьезная потеря, и я уверен абсолютно, что сдачу острова они обсуждали именно Путин лично позволил дальше не гробить там больше солдат и технику и отдать этот остров, который вообще ни разу не его. То, что происходит, это пиздец.